Он видит в вас такую красивую и хочет найти изъян, чтобы самоутвердиться за ваш счёт. Когда нарцисс унижает того, кому он завидует, он поглаживает своё эго. Перестань называть грязь любовью, перестань вытирать от путей лёгких, я смотрю каждый день. Всем привет! Меня зовут Евгения Саженцева, я психолог-практик. В частности, очень много консультирую на тему нарцисс, помогаю восстановить самооценку, личные границы и зажить счастливость с жизнью после отношений с нарциссом. Сегодня я хочу поговорить о том, почему нарциссы вас так сильно обесценивают. Друзья мои, вы должны понять одну вещь. Эти люди заражены очень многими страстями. Нарцисс — это просто сборище, копилка страстей. Я бы даже сказала, демонических страстей, и главное из которых — ненависть, сребролюбие, блуд, чревоугодие, оно же и пьянство. Гордыня, уныние и гнев — всё по списку. И не удивляйтесь, да, почему в них, грубо говоря, какие-то просто демоны. Это и есть демоны, понимаете, страсти — это бесы. Я, ко всему прочему, теолог по образованию, богослов, и поэтому для меня вот такая тема, как нарцисс, она ещё более глубоко, я на это на всё смотрю и понимаю, какие это силы сталкиваются с вами, когда вы с ними в отношениях. Это просто погружение в бездну, в ад. Почему с ними? Безусловно, надо разрывать контакт. И ко всему прочему, их главная страсть — гордыня, гордость, она не даёт им прийти к покаянию и к тому, чтобы работать над собой. То есть здоровый человек, он может укротить своих демонов и перевести в добродетель, потому что есть самоанализ, есть покаяние перед Богом. Они могут поработать над собой и измениться. Нарцисс не имеет самоанализа, он не будет работать над собой. И все эти страсти по списку в нём преобладают до конца жизни. Ведь они считают себя нормальными. Здоровый человек может уныние перевести в молитву, гнев перевести в долготерпение, гордость в смирение, чревоугодие в пост, блуд в целомудрие, сребролюбие в милостыню и ненависть в любовь. Нарцисс не может так работать над собой. Он не укращает своих демонов, он их приумножает. Так вот, когда нарцисс начинает вас обесценивать, в нём играет очень сильно страсть зависти к вам. И вы должны это понять, потому что, когда нарцисс вас встречает, такую красивую, успешную, самодостаточную женщину, он сначала начинает признаваться в любви. И одновременно, да, у нарцисса нет гендера. Я говорю и про такие ситуации, где, наоборот, женщина встречает успешного, самодостаточного мужчину и начинает потом обесценивать. Что играет в этих людях, нарциссах? Зависть. Они на вашем фоне начинают ощущать себя ущербными и завидуют всему, вашим талантам, вашим достижениям, даже вашей красоте, что нелогично. Когда мужчина завидует женщине, что она красивая и начинает искать изъяны. Например, вы должны понимать, да, что это всё полный бред, что это вас не касается. Например, худенькая женщина, прекрасная. И, например, нарцисс ей говорит, вот когда ты садишься, у тебя складка на животе. Почему он это говорит? Не потому, что вы толстая, это неправда, а потому, что он видит вас такую красивую и хочет найти изъян, чтобы самоутвердиться за ваш счёт. Когда нарцисс унижает того, кому он завидует, он поглаживает своё эго. Если я смог такую прекрасную женщину или прекрасного мужчину морально подавить и уничтожить, значит, я хороший. Они не работают над тем, чтобы, например, если им что-то в человеке вызывает восхищение, пойти и самому добиться этого, чему они завидуют. Им проще растоптать другого и обесценить то, чем он, например, занимается, что он делает, внешность и так далее по списку. Проще другого обесценить, кому завидуешь, нежели самому меняться и понимать, что счастье в его руках. Поэтому ещё раз повторюсь, нарцисс обесценивает из зависти, а завидует он практически всему, даже вашей способности любить. Поэтому, когда он видит в вас преданную искреннюю любовь, даже когда вы просто признаётесь нарциссу в любви, испытывает в этот момент ощущение зависти, ведь он не может испытать таких чувств искренних. Нарциссы и психопаты не способны любить, они только имитируют любовь. Они завидуют даже вашей способности любить. И начинают в этот момент, когда вы искренне признаётесь в любви, начинают вас ненавидеть. Понимаете, как всё? И чем больше у вас растёт любовь к нарциссу, чем больше вы хотите стараться для него что-то делать, тем сильнее растёт его ненависть. Понимаете, да, насколько больны эти люди? А вы в чувстве вины постоянно, вот вас упрекнули за это, за то, вогнали вас вот в это чувство вины, и вы думаете, а что ещё для него сделать, чтобы он наконец-то меня оценил? А ничего, он всегда найдёт за что прикопаться. Чем больше вы стараетесь, чем больше вы самосовершенствуете, чем лучше вы становитесь, тем сильнее он вас ненавидит и завидует. Поведение нарцисса нелогично, потому что это сумасшедший. Потому что он сам выбирает успешных, красивых, самодостаточных женщин или мужчин и начинает потом их гнобить. Ещё раз повторюсь, потому что, на запомню, нарциссы ущербные внутри. И что они делают? Повышают свою значимость за счёт унижений других. Они вообще всех ненавидят, даже прохожих, которые мимо них проходят. Видит нарцисс красивую женщину на каблучках такую, идёт с летящей походкой. Что у здорового мужчины возникает в этот момент? Восхищение. Нарцисс видит красивую женщину и говорит, что она так оделась, ей же, наверное, неудобно в этой обуви. Какие женщины странные существа, понимаете? Ему надо тут же унизить то, что он видит красивое, и найти изъян. Поэтому, дорогие мои, не ищите логики в словах нарциссов. Это всё бред. Это его проблемы головного мозга, а не ваши. И не поддавайтесь на эту бесконечную гонку заслуживания любви у человека, который не способен любить и никогда не изменится. Если вы хотите меняться, меняйтесь для самих себя, но не для нарциссов. Конечно, для самосовершенствования нет предела, но это нужно делать на дофамине, когда вам самим это доставляет радость, а не для того, чтобы на адреналинии угождать нарциссу и заслуживать его любовь. Идеальных людей нет. Нормальное принятие себя со всеми недостатками и достоинствами это и есть здоровая самооценка. Поэтому, друзья мои, я вообще считаю, что психология и теология, два моих образования, очень хорошо сочетаются друг с другом. Понимать, что вокруг нас разные люди и иногда наша любовь не имеет смысла. В частности, с такими людьми, как нарциссы. Потому что многие христиане думают, что любовь, она прям всё побеждает. Но в отношениях с нарциссом она не побеждает. Нужно спасать себя, а не этого человека. Вы его не измените. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем привет! Это канал Евгения Саженцева. С вами психолог-практик, а также богослов по образованию, а также кот Томас, который наблюдает сверху. Сегодня поговорим о безответственности нарциссов. О том, что они не умеют любить. Это не дано им просто. И, так скажем, такие простые вещи, как, допустим, забота о своём ребёнке, переживания, какие-то благополучия тех, кто с тобой рядом. Это всё для них несвойственно. Они только могут маску, лицемерие создавать, что действительно для них якобы вы важны и нужны. Но по итогу вы поймёте в некоторых моментах, как они будут с вами поступать, когда дело касается, допустим, жизни и смерти. У меня какой-то хаос. Просто хаос. Чуть-чуть там посиди, мам, прикладь его как-нибудь. Да, пусть идёт, куда хочет. Останься там. Зреться. Когда дело касается, допустим, жизни и смерти вашего ребёнка, допустим, эти люди будут показывать такой цинизм в своих глазах, такое безразличие, демоническое, что вы, наконец-таки, может быть, осознаете, кто с вами рядом. Наконец-таки поймёте, что эти люди опасны. Настолько опасны, что в критический момент они будут вести себя как последние подонки. Тогда, когда вы больше всего будете на них рассчитывать, надеяться, потому что они же ещё ко всему прочему кормят обещаниями, надеждами, они же не могут прямо вам в лицо сказать, что мне на тебя наплевать. Им важно при всём при этом быть хорошими, поэтому они будут вам что-то обещать, а потом забивать на своё обещание. И тогда, когда вы их подведёте к ответственности и скажете, ну ты же мне, например, обещал вот это, это и это, нарцисс скажет, ну да, а я ведь и не отказывался. То есть, эти люди, они даже, когда уже их поймаешь за ложь, поймаешь за клевету, они будут до конца уверять, что они ни в чём не виноваты, что это вообще вы виноваты, и он тут вообще ни при чём, извините меня. Поэтому, когда вы с такими людьми общаетесь, ему вот сохранить свою шкуру и свою репутацию гораздо бывает важнее, чем сохранить, допустим, жизнь близкого и родного человека. Такие люди, они самых близких своих продадут, они всех подставят, но главное, самому потом выглядеть хорошим, и что они ни в чём не виноваты. Они на вас навесят свои поганые поступки, лишь бы для того, чтобы выглядеть хорошими. понимаете, какую ситуацию может вас нарцисс завести? Он настолько может весь свой круг общения, например, настроить друг против друга, допустим, одного подставит, другого подставит, своих летучих обезьян, допустим, натравит на вас, а потом скажет, а это всё не я, это вот они сделали, а вот это они сделали, а я вообще ни при чём. Я вот с краешку тут стоял и вообще никому зла не желал. Я хороший, я такой хороший, я святой человек. Вот вы понимаете, что из себя представляют эти люди? Что они из себя представляют? Там на самом деле нет характера, потому что человек, который имеет характер, он лучше, допустим, в какой-то ситуации, может быть, даже будет выглядеть некрасиво, но чтобы душа и совесть потом его не точили. А у этих людей совести нет, понимаете? Нет у них в мозге совести, нет таких отделов в мозге, которые отвечают за эмпатию, за сочувствие, за сострадание, за чувство вины. Это МРТ показало, что у этих людей нет такого в голове. Поэтому как бы вам не казался этот человек хорошим, вы должны смотреть на поступки. В первую очередь, как себя человек ведет в критических ситуациях, что для него важнее. свой близкий человек, которого он подставляет, или, допустим, своя репутация, свое лицо, так скажем, с нимбом на голове, очень опасные люди. И мне в своей жизни тоже довелось с такими людьми довольно близко общаться. и подставляли так, что просто каналы мои были под угрозой того, что монетизация слетит, какую-то клевету пускали, какую-то срамоту писали, так что просто ужас был какой-то. Люди, которых я, допустим, считала очень близкими, святыми, допустим, ангелами просто. Вот когда вы чувствуете, что человек якобы ангел, берите холодный душ, вот так вот, подставляйте под голову и вразумляйтесь, потому что ангелов на земле нет. У каждого человека есть свои недостатки. И самые страшные люди, это те, которые до последнего скрывают свои недостатки и пытаются казаться всегда хорошими. Казаться. Так что делайте правильные выводы, правильный выбор в жизни и выбирайте настоящих людей, настоящих, а не тех, которые кажутся хорошими. Пусть даже человек будет с недостатками явными, но чтобы он был настоящий, а не лицемерный. Если вам нужна личная консультация, телефон в описании видео. Спасибо. Друзья, я хочу во-первых объяснить, почему сегодня происходит такой хаос в видео. Просто у меня дочка заболела и обычно она находится в другой комнате, когда я снимаю видео, но сегодня она просто попросила побыть тихонечко в этой комнате, пока я снимаю. я разрешила, потому что не хочу ее расстраивать, и так ребенок болеет, а работать мне все равно надо. Потому что извините меня, чтобы купить лекарства, это тоже деньги нужны. А от того, сколько я снимаю видео, зависит еще столько, сколько ко мне клиентов придет. я вам просто объясняю все как есть, чтобы вы понимали. Итак, я последнее, что хочу сегодня сказать. Так, дочка моя уже знает, что такое нарциссы, я считаю, что такое вообще должны в школах тоже рассказывать, потому что тогда меньше будет вероятности, что мы будем подпадать на таких людей. Такие вещи, которые в видео записываю, они для детей тоже важны и нужны. И ничего такого в этом нет, если ребенок слушает такую информацию. Я лично так считаю. Это в школах должны преподавать с первого класса. Что такое НРЛ, что бывают в жизни психопаты, бывают нарциссы, и что надо быть осторожнее. Последнее, что я хочу сегодня сказать, я же все-таки хочу сегодня назвать видео Нарциссы, демоны, шок-контент. Я вам хочу привести одно письмо моей подписчице, которая зафиксировала, зафиксировала на камеру, как у этих людей, а в частности, вот тот человек, который с вконтакте, которого она все-таки для себя поняла, что это нарцисс. Как у них зрачок не круглый, а как у хищника продолговатый, продолговатый значок, она мне прислала эту фото, зафиксировали люди, что это не просто люди, я тебе покажу, Нина. Так что вот сегодня у меня такое видео чуть-чуть спонтанное произошло,